Я приветствую всех телезрителей 9 канала. Сегодня у нас в гостях Михаил Салакашвили, лидер партии Движения Новых Сил. Добрый вечер, Михаил Николаевич. Вы в Днепре. Насколько тяжело было добраться? Как встретил? Ну, наоборот, добраться на самом деле до Днепра всегда тяжело. Почему? По простой причине, что ни одна дорога до конца не сделана. Дорог несколько, но это стыд и срам, что в 2017 году мы еще должны говорить о состоянии дороги. Это раз. Как всегда, Днепр свечает потрясающе. Я только проехал на 88 маршрутке. Почему попал в 88? Потому что вышли встречи с Европейской площади, под Цитрусом у нас была встреча, прошли. Сначала пытался в одну маршрутку запрыгнуть. Водитель, увидев такое количество камер и людей, сразу закрыл дверь и с места уехал. Ну, мы пошли в 88. Потом там в 88 маршрутке две разные семьи пригласили меня домой. И, ну, оказалось так, что они через одну остановку у друг друга расходили. То есть мы сначала сошли с одной и пошли к одной семье. Очень классная семья. Женщина по фамилии Чехова. Супер интеллигентная женщина, закончена красным дипломом университета Нархоза, института Нархоза. Работала администратором большого магазина. Началась с продавщицы, администратором большого магазина. А потом был рейдерский заход. Его выбросили оттуда. Уже несколько лет не можешь найти работу. И вторая семья пенсионеров. Тоже очень интересная пара. Настя Ривна, он из Днепропетровска. Из Днепропетровска. И просто у нее 50 тысяч 600 гривен. У него 2100. Они живут на эту пенсию. Летом же субсидий нет. Они только что платили 800 гривен за свет. А сейчас им два раза подняли горсовет. Деньги на содержание двора. И я видел этот двор. Там ямы, там просто невозможно пройти. Я представляю, когда там ливень и дождь и снег. И просто вот эти две семьи. Знаете, одна семья, где... Вот у нее не просто диплом хороший. Она... У нее и большой опыт у этого товаровета. И уже несколько лет не может найти работу. В городе Днепре, где всегда была деловая активность. И очень предприимчивые люди. Что такие люди не могут найти работу. Это трагедия. Это означает... Она еще... Она еще не в возрасте совсем. Полна энергии. Все. Это означает, что что-то очень сильно поломалось в стране. Если уж... И это неудивительно, потому что город Днепр сейчас рекордсмен Европы по тому, как он пустеет. Ни один город в мире, кроме сирийских городов, а точно ни один город в Европе, так быстро не теряет население сейчас, как Днепр. Молодежь уезжает. Я сейчас был в Польше два месяца вынужденно. Вспоминал там фильм моего детства, или не Польша. Как-то, ну... И там были люди на строительных работах, ветераны из Днепра, раненые. Там были люди с тремя дипломами, которые доводят такси отсюда. Просто масса уезжает. Раньше в Россию уезжали. Сейчас с Россией связи прерваны. Они вынуждены ехать в Польшу. И, знаете, они говорят, вот человек с тремя дипломами. Да, я не работаю по профилю, но здесь я стал чувствовать себя человеком. Это трагично. Вы уже вторую неделю не сходите с новостейных блоков. Ваше возвращение в Украину. И вы объявили о том, что будете ездить, узнавать, общаться... Так ли, так ли сделал. Итак, вот первое впечатление. Знаете, было много людей. Причем в том, что за зелегистой долг, за много дней не предупреждали. И, конечно, были разные люди. В основном, конечно, пришли люди, которые нас поддерживают. Вчера приехала группа БПП, пять депутатов во главе Сречкова. Это, как мы знаем, один из таких оплотов БПП тут. И они привели на встречу, прислали одного. Как мне сказал ветеран, который был со мной, я просто передаю его слово, что один из бывших ветеранов при всех медалях, помощник депутата БПП. И он сказал, что вы расхитываете Украину. И, знаете, мне было неприятно, что люди на него начали кричать. Это некрасиво так постараюсь людей с такими вопросами. Я прекрасно понимаю, что они готовились, они хотят, чтобы перетели камерами, они хотят, чтобы это крутилось. На них, на человека в форме, люди начали орать. И я не могу этих людей не оправдать, потому что они прекрасно понимают, что это подстава была. Но, с другой стороны, некрасиво кричать на человека в форме. А главное, виновата эта ситуация, которые прислали его. Он ветеран, он демобилизовался, он пришел туда, ему нечего делать. Взял депутат с его помощники. Там был второй парень, он вспоминал, как в 2014, когда он был в Днепре один, мы с ним встречались на блокпосту, тот под Днепром, когда все висело на Волазке, просто на Волазке. И эти люди сделали чудо. И больше всего людей погибло из Днепра на этой войне. И они продолжают погибать. И когда на фоне этого кучка людей богатеет, и когда они нанимают еще, к сожалению, или нанимают, или вводят в заблуждение участников войны, чтобы они приходили, ну это некрасиво, реально. Я думаю, что такие вещи не надо делать, просто с людьми надо разговаривать. Не надо пацанных уток, не надо провокации. Просто разговаривать с людьми, общаться с людьми, дать людям возможность высказаться. Это я сделал, я же не представитель власти. Если говорить о вашем нахождении сейчас уже в Украине, хотелось бы спросить, была ли у вас уже телефонная хотя бы, или возможно личная встреча с президентом Украины? Насколько я знаю, вы были во вторник возле администрации, хотели получить определенные документы. Ситуация какая была. Я был, я поехал общаться с моими родственниками в Америке, но у меня было несколько интернет-разначений на CNN, на Fox, с Wall Street Journal, где я, естественно, хотел говорить про Украину. В это время я узнаю, что президент Порошенко в секретной процедуре лишил меня гражданства, нарушения украинской конституции, нарушения конвенции 61-го года, которая не позволяет оставлять людей без гражданства. Сегодня, кстати, пенсионеры, у которых я был, они знали про конвенцию 61-го года. И у меня челюсть отвалилась, когда она сказала, ну, она где-то по телевизору, что я знаю про конвенцию 61-го года. И он нарушил все это. И они, и это то же самое, что ты уехал в отпуск из предприятия, привернулся, говорит, ты здесь больше не работаешь. Я говорю, давай мне тебе трудовую книжку. Они говорят, мы тебя на территорию не пустим. Они хотели меня пустить. Ну, я зашел на территорию, люди меня взяли и завели. И как раз мне сегодня говорили вот на вот этом улице Академика Образцова, где я был, что мы, говорит, тут смотрели за всем этим, как за футболом. Когда тебя завели, мы кричали, как будто гол наше забили. Ну, реально там, кстати, на границе было много людей из Днепра, в том числе фермеры отсюда, из Днепропетровска. И мы зашли, то есть, и про что я говорю? Мы зашли, естественно, я хочу обжаловать указ президента в суд. Но у меня нет паспорта. Потому что на границе вот в этой, то есть поляки спокойно нас пропустили, мы уже были на украинской территории, автобусу, паспорт. Мы пытались отдать пограничкам, они не взяли. И пока вот разбирались, он остался у меня куртки, которая осталась в автобусе, когда мы уже спохватились. Паспорта не стало. Они обыскали автобус, и почему-то именно мой паспорт пропал. Ну, ладно. Нет у меня паспорта. Но хотя бы, я же не могу прийти в суд, привет, я ваша тетя. Я должен каким-то документом прийти. Идентифицировать себя. Ну, это первое. Во-вторых, протокол на основе чего меня лишили, представление миграционной службы и так далее. Я уверен, что даже они это, может быть, и не писали, и почти уверен, что не писали. Но формально они обязаны мне это выдать, чтобы было что оскарживать. Как быстро это может произойти? Ну, они должны в течение пяти дней дать. Если они не дадут, тогда еще там надо пожаловаться, что-то, чтобы они дали, я не знаю. Но это все похоже в игре на Бёрстке, знаете. Все очень просто. Они говорят, вот Саакашири совершил злочин. Они насмотрелись фильмом про советских пограничников, про Карацупу и Собака, как он охранил границу. Я был советским пограничником. Я стоял на границе Украины с Венгрией, Словакией. И мы ездили, когда мы были на учебке, на Мастицкой, там, где я как раз всем пытался первый раз сюда уехать. Тогда, с тех пор практически ничего не изменилось, кроме того, что тогда такого беспредела не могло быть. Но мы же в Европе. В Европе я, например, когда своим родственникам в Голландию езжу, на велосипеде очень часто, там они на границе с двумя странами, пересекаю очень часто границу Германии и Бельгии, и с Голландией. И меня что-то никто, полиция не останавливает, не кричит, ты нарушаешь границу, ты злостый преступник. Я сейчас ездил по всей Европе без действительного паспорта, меня никто не останавливал и никто не кричал. То есть это совковые представления границами, границами, та земля Украины священна. Когда народ Украины решил не пускать интервента на восток, они встали, ко с ними легли. В том числе много грузин погибло там, к сожалению, вместе с украинцами, к великому сожалению. А в этом случае народ решил, что граница принадлежит нам, и никто не может ее закрыть незаконно. А приказ был незаконный. Более того, когда они берут, что она была заминирована, вчера мы получили наконец-то инструкцию, где четко написано черным по белому инструкции пограничных войск, при заминировании границы немедленно эвакуировать людей. То есть мы пришли, они сказали, что заминированы, а мы говорим, что эвакуируйте нас. Более того, мы подали письменное заявление, сразу придумал Валентин Оливайченко, написал письменное заявление, вот, а он же СБУ, голова, видимо, это у него опыт такой, немедленно эвакуируйте нас. Он говорит, отойдите от нас, идите в Польшу. А Польша закрыла границу. Почему? Потому что Украина объявила, что заминирована, и Польша себя защищает, закрыла границу. А Украина обязана эвакуировать гражданам, которые на ее территории. Они говорят, не мы, идите в эту страну, незаконно Польшу. Вот нарушением границы было, если бы мы побежали в Польшу, это было нарушением границы, потому что там граница была закрыта. А мы были уже в Украине. Поэтому все эти разговоры, это рассчитаны просто на доверчивого, наивного человека. Было нарушение всех норм по отношению к нам, к гражданам Украины. Ладно, я, но там было десятки других людей. И это все очень красиво выглядит. Если бы мы были интриганами, то их можно всех засудить за уголовное преступление. К сожалению, пограничникам, которые дали неправильный приказ, но и всех остальных, которые давали эти приказы. Ну, давайте все-таки для наших телезрителей попытаемся прояснить вашу версию, почему Петр Алексеевич поссорился с Михаилом Николозовичем. И совсем недавняя ваша фраза о том, что Порошенко вас боится больше, чем Путина. Вот хотелось бы как-то... Не, ну, я не знаю, больше или меньше. Вы так сказали? Я думаю, что, да, ситуация такая, что у нас есть два врага. Это Путин и внутренняя коррупция. А внутренней коррупции есть один враг. Я не знаю, самый сильный или нет, но это я точно. Когда меня... Я был 13 лет своей взрослой жизни провел в Украине. Я был участником трех революций. Но, конечно, я грузин, я горжусь своей грузинцем. Но для меня Украина тоже практически моя вторая родина. Я ее очень люблю. И когда Порошенко предложил стать мне главой администрации, в то сложное время, когда вы прекрасно понимаете, что Днепре была ситуация сложная, в Одессе была ситуация сложная. Я согласился, потому что для меня... На самом деле я сам и предложился, но так бы это взаимно было. Потому что я считал, что он тоже хочет реформ. Я себя ставил мысль на его место и думал, ну, как можно сейчас не хотеть изменений? Это же на деньги не меняется. Оказывается, он просто хотел пиар. А в какой-то момент, когда я сказал, давайте делать реформу, давайте, мы же обещали, давайте делать. И давайте бороться с... Вот этот крадет, этот крадет. Ну, это твой друг, правда, но крадет, извини. Петр Алексеевич, ну, надо делать что-то. А я слышал, что он обещал, чтобы своих друзей тоже посадить. Я в это поверил. Потому что я на ее месте посадил. Я посадил в Грузии своих друзей. Он сказал, что ты что, серьезно в этом... Ты что сейчас, серьезно это говоришь? И, короче, они оттуда меня и жили. Вот и вся история. Они сначала меня пригласили для пиара, а потом просто решили выбросить. Ну, ладно, дело не во мне. Тут ситуация другая. Это ситуация, по которой мы не договорились. Эта ситуация остается и она сугубляется. Нет. Есть, конечно, личная неприязнь, наверное, Порошенко мне. Я вообще не слабамятный. Я ничего против... Я не... Человек саморазрушается, когда вспомнит плохие вещи. И поэтому я не считаю, что у меня есть отношение к ним, но у него есть ко мне какая-то неприязнь. Это факт. Я не буду это отрицать. Но главный конфликт, тут конфликт между системой развалившейся власти, Парыг и всеми украинским народом. Сегодня я был у семи вот этих пенсионеров, и она сказала очень правильно, Любовь Даниловна, очень правильную вещь. Она говорит, как я хочу, чтобы объединились БПП и Народный фронт. Потому что будет одна партия Влады, и нас больше не будет разводить. Мы все будем знать, против кого голосовать. Вот представляете, реально этот конфликт существует. И она для нее это важный конфликт. Она говорит, такого беспредела... Я очень не люблю Яна Николаевича, такого беспредела не было. Не говоря уже о том, что пенсии были гораздо больше и так далее. Что какие-то рамки существуют. Она, я как говорила, это ее цитирую, что они думают, что они будут просто нахальны, и поэтому у них больше это пройдет, чем Емель Внукович, а у них, говорят, быстрее это закончится, Емель Внукович. То есть она обычная, она, наверное, умная, но она же не политик. Она обычная пенсионерка, которая живет на своей пенсии 1600 гривен, и еле, еле концы с концами сводит. Иногда дети помогают. Она все понимает, поэтому полагаться на то, что такой любовь Даниловне дадут к речку, и она будет голосовать, не получится на этот раз. Знаете, в Украине простых, воспитанных людей очень много, и они многое понимают. Да, и простых, и воспитанных, и образованных. И образованных. И особенно в Днепре, Днепр. Знаете, в Днепре по уровню образованности Днепр, один из самых продвинутых городов в Европе. И по инновации. Недавно я в Варшавском аэропорту встречал человека отсюда, из Днепра. Он говорит, мы продаем оборудование в Канаду, он летел из Варшавы, в Торонто, чтобы продать оборудование, которое выпускают в Днепре. Я говорю, какое оборудование? По выпуску колбасы. Я думал, что раньше мы колбасу завозили из Германии или из Австрии. Потом мы завозили аппаратуру из Германии, Италии и так далее, чтобы ее здесь производить. Оказывается, Днепр производит аппаратуру для производства колбасы. Я говорю, какие страны вы продаете? Она говорит, в Венгрии, в Чехии, сейчас думаем в Италию продать, и в Канаду. То есть, это для меня вообще чудо. И вот в такой ситуации, когда есть такое количество просто мега образованных людей, у нас есть пример вниз, прямо скажу, у которого нет школьного аттестата даже. Ну, 16 лет назад директор школы, ну, школьный аттестат ему дали, но лучшего образования точно нет. И вот это для меня унижение. Знаете, когда я вижу украинцев, которые... Ну, вот выпускается молодой человек сейчас, Днепре, например, в горном институте. Куда он пойдет? Если он не айтишник, если у него там нет там взглядельных связей, никакой перспективы нет. И это означает, что опять дорога больше. Даже в России уже нет дороги. При этом, если Украина возьмет двузначную цифру роста, отобьется, она пойдет в Европу и заберет с собой и Днепр, и Харьков. Все очень просто. Нам надо найти 300 нормальных людей по Украине. 10 по каждой области. Верховную Раду. Сделать норму, правонарминское большинство. Сейчас мы 17 октября собираемся в Киеве, чтобы предъявить требования. Это новый избирательный закон. Закон про импичмент, возможность импичмента президента. Закон про недоторганность депутатов, отмену недоторганности и антикоррупционные ссуды. Как только будет нормальное парламентское большинство, и будет закон про импичмент президента, который не позволит президенту мешать реформам, то за 5 сессионных недель можно полностью поменять ситуацию, принять все законы, которые необходимы. И про олигархическую систему, и про демоноприализацию энергетики, про снижение тарифов, и по отмену 90% абсолютно глупых регуляций, которые мешают бизнесу развиваться. И по, например, отмену этих налогов на машине. Я сюда приехал на машине с грузинскими номерами. Почему? Она в два раза дешевле стоит. Почему? Потому что в Грузии нет этих идиотских налогов. И украинская законодательство позволяет возить грузинскую машину. Грузии мы снизили налоги, та машина стала гораздо больше. Но это же кровь экономики. Мы сделали хорошие дороги. Люди ездят, зарабатывают деньги, платят налоги. Опять-таки это в экономику возвращается. Зачем надо их при входе оставлять без машин, когда можно, чтобы у них были машины, и государство в конце концов гораздо больше выиграет от того, что они будут. А сейчас нам парашек говорит, мы получили еще 3 миллиарда кредита, ты радует. А чего тут радоваться? То есть 3 миллиарда он получит, а нам платить. Когда я стал президентом Грузии, национальный долг Грузии был 58% ВВП. Когда я закончил, было меньше 28%. То есть мы брали в долг, но у нас экономика возросла настолько быстрее, что не крали. В Украине уже долг намного превышает валовый национальный продукт. Еще дополнительных 3 миллиарда, это дополнительных 3 миллиарда, которые пенсионеры Любовь Даниловна или Любовь Чехова будет платить, ваша гражданка безработная, оплачивать. А деньги без всякого преувеличения уйдут в офшор. Вы недавно заявили такую фразу достаточно интересную. Я хоть и революционер со стажем, но вернулся в Украину не для того, чтобы делать революцию. Я согласен. Я думаю, что нам сейчас не нужны никакие революции и потрясения. Украине нужно просто... Как это мирно сделать? Знаете, а что они могут сделать против воли народа? Просто надо народу собраться и сказать, мы так думаем. Я уверен, что не найдется ни одного солдата, ни одного полицейского, ни одного нацгвардейца, который грубой силой попрет против мирного выражения воли народа, что вот мы так хотим. Мы хотим, чтобы важнейшие вопросы мы перенимались через референдум. То есть, вот Гройсман бегает, говорит, завтра примите пенсионную реформу. А может, мы сначала народ спросим, хочет ли он такую пенсионную реформу. Если швейцарцы могут через референдум принимать, если голландцы, почему украинцы не могут, что они глупее? Я не думаю, что глупее. Я думаю, ну, я как минимум... Ментальность же другая. Как минимум, украинцы намного умнее, чем их собственная власть. Традиционно. Поэтому... Ну, почему мы тогда выбираем одних и тех же? А потому что нет кого выбирать. 25 лет одни и те же. А вы покажите. Сейчас вот появляются новые. 25 лет одни и те же. После второго Майдана сказали, ну, ладно, эти ушли, сейчас власть с собой не забирать домой. Давай отдадим вот этот, по-английски говорит, у этого очки более интеллигентные выглядят, чем Янукович. Давай мы это. На самом деле, выбор это... Мне кажется, что украинский народ всегда делал правильный выбор. И в свое время выбрал кучму. Потому что, ну, он был, так бы, хорошим директором завода, хорошим организатором. Потом выбрал Ющенко, потому что Ющенко, как Раванасбака, был очень хорошим и лучше был, чем Янукович. Потом в 2007 году прорвал все препоны, проголосовал за Юлю, потому что хватался, как соломинку, за надежду, что оранжевая революция не умерла, и что он хоть, может быть, хоть она сделает. Потом, когда оранжевая команда окончательно переругалась друг с другом, проголосовала за Януковича, нет хорошей жизни. Эти хотя бы не ругаются, хотя бы одна команда, хотя бы этого Бартака не будет. Но они оказались, что бандиты. Потом, оглянувшись после Второго Майдана, более цивилизованно выглядели. И Порошенко, и Оценюк, и вот эта группа. Стали властью. Когда народ нерационально голосовал, и чем богато, тем и рады. Майему то, чем Майему, говорил классик Кучма. Если говорить о вашей политической силе, в любом случае придется с кем-то договариваться. Есть те игроки, с которыми... Думаю, что мы сейчас политические силы должны думать о себе и договориться. Мы должны сейчас селекционировать новых людей. Не по партийному принципу. Мы должны... Почему мы не сам выведем в университет 18 октября, собираться в Киево? Поддержали громадские организации. Громадские организации, которых мало кто знает, может быть, многие из них. Но пусть они выдвигаются вперед. Пусть новые люди выдвигаются. Пусть они будут инициатором. Давайте искать этих новых людей. Есть они просто в огромном количестве. Вот на эту границу столько хороших людей приехало. Когда полиция начала их арестовывать, оказалось, что они настолько... Там случайных людей не было. Один оказался героем войны Капеллана. Другой оказался там героем-врачом. Третий оказался там очень известная фигура на Майдане, который там то ли был ранен, то ли рисковал жизнью все время. И все это помнят. То есть эти люди должны управлять. И этих людей много. И эти люди были не в нашей партии. Активисты я хочу подчеркнуть. Просто неравнодушные украинские граждане, которые пришли отстаивать свою честь. Чтобы с людьми так не обходились с любыми. Знаете, вот у меня был суд по пограничным нарушениям. И я там произнес пламенную речь. Меня долго слушали. Там много камер снимала. Там все правила, процедуры были соблюдены. Судья очень старался, чтобы к нему не придирались. И потом какой-то журналист право не написал, что Сакашу лицо привилегировано. Чего с ним? А все очень просто. Проблема не то, что я привилегировал. Проблема то, что любого другого граждания точно так же должны слушать. А если был бы обычный гражданин без камер. Там адвокат был у нас Колобала, который там муж одного из лидеров наших политических сил местных. И он хороший адвокат, он там защищал меня. Но если бы я ему платил, то это было бы очень дорого. Обычный человек не может позволить такого себе адвоката. Значит, он, то есть обычного человека, это судья бы остафовал за пять минут и оттуда бы вышлинул. И не было бы никакой ситуации, где бы он нашел правду. Меня они слушали пять часов подряд. И на моего адвоката. И да, у людей было ощущение несправедливости. Но ощущение несправедливости должно быть не потому, что Саакашир привилегирован, а потому, что другие не привилегированы. И я там говорил, я там оставил. Ну, я мог бы заплатить 3500 гривен, хотя несправедливо. Но я не буду платить, я буду до конца добиваться. Почему? Потому что, если я прогнусь, если я, то есть, как бы пройду мимо равнодушно, всех остальных просто сидят они. И знаете, они сейчас вводят титушек в разные места. Хочу вам сказать, что там были, в Мастинском титушке, пока мы не дошли до этих титушек, там где-то 15 человек, мы прошли всю улицу. Весь маленький городок был на нашей стороне. Это надо было увидеть. И пока мы не дошли до титушек. И что они думают в власть? Эти титушки будут их обратно завозить в кабинеты? Все пока, все люди против. Все люди против. И мне кажется, что сейчас, как никогда, назревают большие изменения. Но главное, что должно... Они говорят, прорыва границ, никакого прорыва границ не было. Мы все делаем все по закону, но должен произойдет прорыв политической системы. Должны прорвать новые люди. Они должны взять власть Украины. И должны подписать договор с народом. Мне так кажется, что они придут только на один парламентский срок. То есть, они сделают все эти необходимые реформы и уйдут. Они должны конституционное соглашение подписать, что никогда больше не будут баллотироваться. Вот под таким условием стоит брать народ. Нам не нужны профессиональные политики. Нам нужны люди, которые подпишутся под этим всем реформам и скажут, что я пошел в бизнес, я пошел преподавать, я пошел на пенсию, я вошел в историю. Все. Это главное. Мы создали современное украинское государство, мои внуки будут гордиться. Сейчас я пошел дальше. Если говорить о современном украинском политикуме и без персоналей, вот мнение господина Саакашвили, в процентном содержании сколько порядочных, сколько негодяев? Знаете, народ... Вы же сталкиваетесь и каждый день жмете руки. Первое, что знаю, народ... Ну, не так много я сталкиваюсь, я гораздо больше народов. Это первое. Народ в любом случае намного лучше, чем политический спектр. А что касается политического спектра, вот, ну, было несколько десятков депутатов со мной вместе на границе. То есть, эти люди, которые не приняли эти правила, говорят, да, у разных разные мотивации. Конечно, допустим, я и Юлия Тимошенко политически различаемся друг от друга. Очень. Но в тот момент у нее сработал абсолютно правильный инстинкт. Потому что один из всех, всех за наук, если несправедливость. И то же самое там Егор Савболев, или Чуманки, или там Паша Костенко, или Юра Деревянка, или там... И эти люди, и Лещенко, и Света Залищук. Есть вот эти молодежь, которая реально не скуривалась. И были такие замминистры, и замглавы районных администраций. Этих людей надо подтягивать. Они... Вот вчера ушли в отставку несколько молодых людей, в том числе украинских кадров, из автоказа, потому что они не приняли диктата Порошенко. Вот вчера кто ушел в отставку, например, Юлию Ковалеву, надо брать двумя руками следующее правительство. Есть уже эти люди. Они не скуривались. Она же могла взять, промолчать, и потом просто тихо зарабатывать денег. Не промолчала. То есть есть новые люди. И этих новых людей, которые не скуривались, которые прошли испытания власти, которые еще молодые, у которых перспектива в глазах, вот этот свет, их надо брать. Поэтому, когда мне говорят, что ты хочешь, во-первых, я думаю, считаю, что Украина должна управлять украинцей. Я, конечно, по гражданству украинец, но я все-таки считаю, что мы найдем много других украинцев, не бывших президентов Грузии, которые будут управлять Украиной. Я хотел бы быть играющим тренером. Я, конечно, с удовольствием хотел бы забывать голы, но будут новые звезды, будут новые нападающие. У нас осталось несколько минут. Давайте попробуем спрогнозировать. Итак, сегодня сентябрь 2017. Вот за год что должно произойти, на ваш взгляд, в Украине? Какой должна быть Украина в сентябре 2018? Я думаю, что все станет на своем месте. В Украине будет новый выбор. В Украине, если власть... Или власть примет все условия народа. И тогда пусть сидят в угол. Или будет новый выбор. Придут совершенно новые люди. Они за пять сезонных недель примут все необходимые законы. И уже в течение нескольких месяцев Украина выйдет на двузначные цифры экономического роста. Это означает, что люди перестанут уезжать. Молодежно будет, в первую очередь, находить работу. Часть уехавших вернется. А через еще несколько лет Украина станет сверхдержавой Европы. А Днепр вернет свой статус как... Знаете, в Днепре очень важная вещь. Были опросы. 80% днепровцев сказали, что они ничего не ждут от правительства. Они все сделают сами. Пусть правительство оставит их в покое. Только 20% ждут что-то от правительства. Уникального менталитета город. И будущее Украины должно быть именно таким, как психология днепровцев. И когда Днепр перестанут уезжать, когда они почувствуют, что в их городе они могут расцветать, и в их стране они могут идти вперед, тогда Украина заживет. И для меня это будет показателем. Поэтому я просто восхищаюсь этим городом, его жителями. Я мог бы здесь бесконечно находиться. К сожалению, я считаю, что мы вместе с Белиси родными городами Киева, потому что реально там я формировался как личность. Но просто я считаю, что Украина и Днепр в том числе станут локомотивами роста всего европейского континента в правильном направлении. Если у нас все пойдет по плану, а у нас все пойдет по плану. Они очень слабы, прыгают. Народ сейчас пришел в форму как никогда. И он многому, он и так много чего знал. Он много чего знал. Сегодня мой визит в дома обычных днепровцев меня очень впечатлял. Это, вот вы скажете, вы пожимаете политику в руку. Я хочу сказать, мудрость я набрался за два часа, которые провел в них квартирах, на улице Образцово, или проспект Образцово, я не знаю, академик Образцово. А, улица. Улица больше, чем при всем уважении от общения с украинской политикой в течение последних минимум пару лет. Я хочу вам сказать спасибо. И на этой оптимистической ноте скажу нашим телезрителям, что у нас в гостях был Михаил Николозович Саакашвили, лидер партии Движения Новых Сил. Берегите себя и до новых встреч. Берегите себя и до новых встреч.